Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Джигинском сельском округе провели большой праздник. Первый анапский байк-фестиваль объединил более 250 участников из России. К компанией байкеров в Анапе присоединился гость из Беларуси. Сейчас обо всем подробнее. Сертификаты на улучшение жилищных условий пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и молодым семьям вручили на общегородском планерном совещании и обсудили задачи на предстоящую рабочую неделю. Подробнее о темах общегородской планерки расскажем прямо сейчас. Счастливый вторник для четырех семей анапчан на общегородском планерном совещании двум семьям пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и двум молодым семьям вручили сертификаты о предоставлении жилья и социальных выплат на приобретение отдельной жилплощади. О криминогенной обстановке за прошедшую неделю доложил начальник УВД по городу-курорту Андрей Терехин. Из нелегальной продажи без разрешительных документов и регистрации сотрудники изъяли 84 литра алкоголя. По факту нарушения составлены протоколы, материалы направлены в суд. При проверке иностранцев на гражданку Нигерии составлен протокол, нарушительницу оштрафовали. О проверках по линии административных правонарушений отчитался заместитель главы города Сергей Козлов. Составлено 509 протоколов, 401 нарушения зафиксировали специалисты управления муниципального контроля. Заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко поблагодарила сотрудников МУПАКУ и управление санаторно-курортного комплекса за наведение порядка после шторма на территории пляжей. Хочется приучить сказать большое спасибо предприятию МУПАКУ и учреждению санаторно-курортного комплекса, которым было выяснено большое количество мусора по Пионерскому проспекту и после стихии приобрел первозданный вид. Задача на предстоящую неделю – демонтировать торговые объекты на дорогах, определить места дислокации торговых точек и проверить ценообразование в Гастагаевском сельском округе. И еще раз о возможности улучшить жилищные условия Анапчан рассказала заместитель главы города Яна Дуплякина. Анапа занимает пятое место в крае по результатам реализации программы накопительной ипотеки. Хотя этот показатель мог быть и выше, потенциал и условия для этого созданы. И в завершении планерного совещания первой вице-мэра Анапы Светлана Яровая поблагодарила работников управления ЖКХ коммунальных служб за устранение последствий стихии. Слова благодарности прозвучали в адрес предпринимателей и горожан, кто привел прилегающие дворы и участки в порядок без напоминаний. В Анапском индустриальном техникуме прошло совещание по проведению окружного образовательного молодежного форума «Ростов-2014. Твой мир в движении». В конференции приняли участие специалисты управления по делам молодежи, руководители высших и среднеспециальных учебных заведений, представители молодежного совета при главе города, а также казачество и духовенство. В ходе встречи обсудили события, которые запомнились участникам форума и перспективы реализации молодежной политики в Анапе. С докладами об участии в молодежном форуме выступили специалист молодежного центра 21 век Ксения Астаценко, представители молодежного совета при главе города Иван Марченко и Арам Сейтмедов. Иван рассказал об обсуждаемых темах на форуме, в которых он принимал участие. Они касались развития контрактной службы вооруженных сил России, перспективы развития избирательного права, в частности, поднимали вопрос о понижении возрастного ценза для молодежи. Вы отстаивали 16-летний ценз? Нет. Я как раз-таки выступал против понижения возрастного ценза, так как я считаю это нецелесообразно, и это противоречит статье 60 Конституции Российской Федерации. В качестве приглашенных гостей присутствовали Виталий Хандошко, вахместер Кубанского казачьего войска, и Илья Карпенко, председатель объединения православной молодежи Анапского района Круг. В числе рассмотренных вопросов налаживание и укрепление сотрудничества учебных заведений молодежных обществ с православной церковью и казачеством, чтобы усилить духовно-нравственную и патриотическую составляющую воспитания молодых людей. После совещания гости техникам ознакомились с материально-технической базой, с УЭФ-принтером, уникальной печати на рулонах и листовых материалах, 3D-принтером и 3D-сканером. Студенты Сочинского университета туризма и курортного дела вернулись из Германии, где проходили практику. Изучали немецкий язык правильно, как говорят носители языка. С делегатами-анапчанами познакомилась Алина Гумерова. Студентки Сочинского государственного университета Марина Барабаш, Алина Туромша и Дарья Байбус в начале сентября вернулись из Германии, где все лето проходили учебную практику. Перед тем, как отправиться за рубеж, девушки прошли практику в Анапе и год изучали немецкий язык. Небольшая деревня, Андерсибер называется, небольшой отель семейный, уже ему 53 года. Богатые традиции, опыт. Я работала горничной и официантом, совмещала работу. Для жилья мне выделили один номер отдельный в отеле. Будущий специалист гостиничного и ресторанного сервиса Марина Барабаш на практике в Германии получила не только опыт и знания. В перерывах на работе Марина помогала в обучении русского языка своей коллеге-практиканке из Турции. Марина Барабаш получила недавно письмо, где написано, что таких студенток, практиканок у нас за все годы существования нашего отеля не было. И нам приятно, что мы не только учимся, но и можем чему-то даже чуть-чуть научить. Это я имею в виду турчанку, которую она обучала и профессиональным навыкам, и русскому языку. То есть мир, дружба, добрые отношения, они как раз и составляют основу этой практики поездки. Студентки третьего курса Алина Туромша и Дарья Байбус вместе проходили практику на севере Германии в деревне Лобе. Так же, как и Марина, девушки совмещали учебу и работу. У меня эти замечательные люди, очень доброжелательные, всегда помогут. И даже если знание языка не в совершенстве, как у нас было, они воспринимают все это спокойно, повторяют, еще раз вопрос, ну или на английском пытаются объяснить. Благодаря практике за рубежом Алина и Даша познакомились с новыми людьми, потянули свои знания в разговорном немецком. Теперь студентке не прочь побывать на практике и в другой стране. У меня огромное желание. Я теперь только буду двигаться вперед, чтобы ездить, получать опыт, потому что я получила неоценимый опыт. С 2002 года каждый год студенты Анапского филиала СГУ проходят обучение, стажировки и практику в отелях и ресторанах, на предприятиях турбизнеса Турции, Испании, Германии, Греции, Австрии. Это хорошая возможность для ребят, наряду с теоретическими знаниями, которые они получают в стенах вуза, получить практические навыки и профессиональный опыт. И к другим темам. День освобождения от фашистских захватчиков отпраздновали в Джигинском сельском округе. Подробности праздника в сюжете. Ксения Иванова пришла на праздник с детьми. Для близнецов Станислава и Владислава праздник заключен в качелях, батутах и горках. Пришли с семьей, с тремя детьми. Очень весело было, замечательно. Покатались на горках, на батутах попрыгали. Детям очень интересно. Поиграли, на каруселях покатались. Очень интересно. Давно такого не было. Сейчас пойдем концерт смотреть. Талантливую семью Василия Юдина знает каждый житель Джигинки. У Василия и Екатерины семеро детей. Самой младшей Александре всего полтора года. Сегодня она пришла поддержать поющего папу на сцене. Подрастающий Денис уже готовится защищать родину. Сегодня праздник. У нас освобождение. Захватчики рождаются постоянно. Поэтому освободители еще пригодятся. Вот они. Надежда Кашина большую часть своей жизни провела в Джигинге. 80-летняя юбилярша на сцене не только участвовала в праздничном концерте, но и получила памятный подарок. Так и живем. Так и струдимся, строимся. Детей растели. Потом внуки пошли. Вот жизнь такая. Подвели итоги за год. Глава сельского округа Валерий Шутилков вручил почетные грамоты и подарки жителям сельского поселения за добросовестный труд. У нас сегодня прошел митинг. На митинге был караул у памятника с воинской части. Также выступал отец Андрей. Выступал атаман нашего куторского общества казачьего. Для Александра и Веры Гуртовлевых праздник совпас с рождением семьи. А Иван и Анна Кручко в этот день отметили уже рубиновую свадьбу и 40 лет совместной жизни. Сюрпризом для жителей Джигинки стал подарок главы города-курорта Анапы Сергея Сергеева. Народный казачий хор под руководством заслуженного работника культуры России Анатолия Атрошевича исполнил любимые песни. Праздник завершился красочным фейерверком. Первый Анапский байк-фестиваль провели в станице Благовещенской. На байкерскую встречу приехали более 250 водителей двухколесного транспорта. Россияне из нескольких регионов и гость из Республики Беларусь, преодолевший почти 2000 километров. Байкеры Анапского клуба встретили на своей земле коллег из Краснодарского края, из Москвы, Санкт-Петербурга, острова Сахалин и других регионов России. Байк-фестиваль посетил иностранный гость по паспорту – гражданин Республики Беларусь. Сколько вы ехали сюда? Три дня. Примерно сколько километров? 1900. Здесь есть байк-фестиваль. И самая главная цель визита любого мотоциклиста – это куда бы ты ни ехал, это главное, чтобы тебя в конце пути угостили чашкой горячего кофе либо чая. Такое желание вполне объяснимо. Сентябрь в Анапе прохладный, хотя байкеров это не смущает. Гостей разместили в уютных номерах отеля на берегу моря. И согреваются любители мототранспорта, рок-музыкой и родными для каждого, но такими разными мелодиями моторов. Фестиваль отмечен особым настроением и характером. Байкеры приняли участие в десятках конкурсов. Например, определили, чей байк рычит громче. Провели художественный графический конкурс татуировок. Победители получили памятные подарки и грамоты от организаторов байк-пати. Организовано мероприятие нашей Blacksmith MC в честь организации в Анапе чапты Blacksmith MC Анапа. На этом мероприятии собрались все наши братья с Краснодарского края и ближайших регионов. Также приехал байкер с нашей братской Беларуси. Надеемся, что эта байк перерастет в фест, который будет ежегодный. И мы всех будем рады видеть. В следующем году организаторы обещают провести более масштабное мероприятие и пригласить звезд российской рок-музыки. 30 сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Всех причастных к празднику редакция телерадиокомпании Анапа регион поздравляет с именинами. Желаем счастья, здоровья, любви и благополучия вам, имениннице и вашим семьям. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 1 октября в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22, ночью плюс 16 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 16 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333.